Друзья, приветствуем вас на канале CryptoCommons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблог Крипто. Глава комиссии по ценным бумагам и биржам Гарри Генслер призвал криптоиндустрию обратить внимание на историю с Кракен. В своем интервью Эндрю Соркину на канале SquawkBox глава SEC представил себя в виде спасителя криптоиндустрии, чем вызвал массу возмущений как среди своих соратников, так и других представителей криптомира. Генеральный директор Coinbase Брейн Армстронг сообщил, что будет с радостью защищать в суде стейкинг в США. Хорошей новости от Binance. В эту субботу криптобиржа сообщила, что ранее установленные ограничения на выводы токенов в сети Tron, вызванные чрезмерным ростом комиссий, отменены. Также площадка сообщила, что активно работает с командой разработчиков Tron с целью поиска путей по минимизации комиссии в сети. Еще одна веха на пути к апгрейду Шанхай — форк Шапелла — появился на горизонте. Команда разработчиков эфира сообщила, что запуск этого форка, позволяющего производить частичные и полные выводы, запланирован на март месяц. Удар SEC по стейкингу может быть полезным для эфира. К такому заключению пришел аналитик и трейдер Алекс Крюгер. В своем твите он объясняет, почему недавние действия SEC могут привести к еще большей децентрализации. PayPal приостанавливает работу по созданию своего собственного токена, который велась совместно с компанией Paxos Trust. Против эмитента стейблкоинов Paxos Trust начато новое расследование, инициатором которого стал Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк. А сегодня стало известно, что и SEC инициировала дело против Paxos из-за стейблкоина Binance BUSD. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус, ведущий собственное сражение с SEC, посоветовал людям ненадолго отступить и переосмыслить происходящее. Китай создает национальную блокчейн-организацию. Создание национального инновационного блокчейн-центра будет направлено на предоставление выгод местным жителям. Производитель ASIC оборудования Bitmain анонсировал начало отгрузки своего нового майнера для Dash Antminer D9. Более подробно об этом, а также мнение экспертов, смотрите в сегодняшнем выпуске. Глава SEC призвал криптоиндустрию обратить внимание на историю с Kraken. Криптовалютные платформы должны принять к сведению о решении биржи Kraken закрыть программу стейкинга для клиентов из США. Об этом в своем интервью Эндрю Соркину в эфире передачи Squawk Box сообщил глава комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Гэнслер. Гэнслер отметил, что такие компании, как Kraken, должны, предлагая инвестиционные программы, раскрывать полную и честную информацию. Причиной претензий регулятора стало то, что компания Kraken не соблюдала этот закон. На вопрос Эндрю о том, какие еще программы, аналогичные Coinbase Earn, могут подвергнуться преследованию, председатель SEC ответил, что ярлыки, кредит, доход или заработок не имеют значения. По данным Dune Analytics, Coinbase входит в тройку крупнейших стейкеров эфира, уступая лишь только Лиду и Coinbase. Подобные действия и заявления главы SEC возмутили не только криптосообщество, но и его коллег по цеху. Комиссар Хистер Пирс, получившая широкую известность благодаря своей поддержке крипто, за что и получила прозвище Криптомама, в своем твиттере назвала такие действия регулятора неэффективными и далекими от духа регулирования. Ее поддержал генеральный директор и соучредитель Coinbase Брайан Армстронг, заметив, что предложенный путь Гэри Гэнслером по регистрации услуг Kraken Earn является невыполнимым и назвав такое предложение лицемерным. Стоит также отметить, что в своем интервью Гэри Гэнслер на вопрос ведущего, что запрет на предоставление услуг Kraken Earn Для американцев услуги продолжают оказываться по всему миру, что вынуждает пользователей из США либо использовать обходные пути, такие как VPN, либо переносить свой бизнес представителю услуг в другие юрисдикции, на что Гэри Гэнслер ответил следующее. Послушайте, мы в SEC технологически нейтральны. Мы крайне сосредоточены на защите интересов инвесторов. Наши клиенты – это 340 миллионов американцев. Эта компания Kraken знала, что нужно зарегистрироваться. Но этого не сделали, это всего лишь форма на нашем веб-сайте. Вы можете зайти туда, обратиться к нашим сотрудникам и предоставить всю информацию. Поэтому, если они предлагают стейкинг, мы не против. Приходите, регистрируйтесь, потому что инвесторам необходимо это раскрытие информации. То, что вы делаете с токенами, торгуете ими, вы даете займы по этим токенам, либо каким-то образом используете в своих интересах. И мы видели уже такие примеры в криптопространстве. И поэтому это не просто информация, необходимая инвесторам. Это закон. Генеральный директор Coinbase Брейн Армстронг сегодня сообщил, что будет счастлив защищать интересы стейкинга в Соединенных Штатах в суде. Топ-менеджер заявил, что стейкинг не является ценной бумагой в соответствии с актом США о ценных бумагах, а также в соответствии с тестом Хобби. Утверждая, что данный процесс не является ценными бумагами, он предупреждает, что готов передать дело в суд. В своем твиттере он написал, что если будет необходимо, мы пойдем в суд. Данное заявление последовало информации о том, что биржа Kraken достигла ссек договоренности о выплате штрафа в размере 30 миллионов и закрытии своей программы стейкинга на территории Соединенных Штатов. Главный юрист компании Пол Грюол также высказался в своем блоге относительно того, что стейкинг не является ценной бумагой ни в соответствии с актом США о ценных бумагах, ни в соответствии с тестом Хобби. Хорошие новости от Binance для пользователей Tron Криптобиржа отменяет ранее установленные лимиты на объем и частоту выводов, а также сокращает комиссии для движения токенов внутри сети. Более того, в своем заявлении биржа сообщила, что активно работает с командой разработчиков Tron в поиске решений по минимизации комиссий. После сделанного заявления в пятницу о том, что биржа переходит на новую модель расчета комиссий, вызванную изменением модели расхода энергии в Сититрон, комиссия при выводе нативного токена TRX возросла в 15 раз, в то время как комиссия при выводе стейблкоина USDT выросла вдвое. Напомним, что согласно предложению номер 83, для Сититрон заработал новый механизм, согласно которому расчет затрачиваемой энергии, одному из двух показателей, используемых при транзакции в Сититрон, стал производиться с учетом частоты обращения контракта, с целью борьбы по злоупотреблению ресурсами, а также с недобросовестными контрактами. Очевидно, что такое изменение затронуло и добросовестные контракты, которые используются очень интенсивно, например, USDT. В настоящий момент комиссию по выводу токенов USDT и нативному токену TRON с платформы Binance вернулась к своим изначальным значениям. Очередная веха на пути к апгрейду эфира Shanghai появилась на горизонте. Команда разработчиков эфира в своем блоге сообщила, что форк Шаппелла в тестовой сети эфир подходит к своей финальной стадии. Это обновление в себе несет массу нововведений, основным из которых является полный и частичный вывод застейканных монет. Своё название Шаппелла берет от двух апгрейдов – Каппелла и Шанхай. Возвращаясь к недавнему удару по стейкингу в США, интересной точкой зрения является то, что это может пойти для эфира на пользу. Аналитик Алекс Крюгер в своем твиттере приводит следующие доводы. Запрет централизованного стейкинга на территории США, включая стейкинг на биржах, а также любой другой кастодиальный, приведет не к его исчезновению, а к тому, что стейкинг будет либо за границей, либо оффчейн, то есть по сути не централизованным. А децентрализация для эфира пойдет только на пользу. Крюгер приводит в пример решение властей Китая, которые запретили майнинг биткоина. Ключевым аргументом в его рассуждениях является то, что инвесторы не перестанут использовать стейкинг или покупать эфир только потому, что плохо разбирающиеся в ситуации регуляторы США его забанили. Ранее основатель и директор Coinbase Брайан Армстронг предупредил, что неуклюжее поведение SEC вынудит компании переместиться в другие, более дружелюбные юрисдикции или офшоры, что и произошло с FTX. А война Гэри Генслера по защите интересов инвесторов определенно принесет гораздо больше вреда, нежели пользы. А CEO Ripple Брэд Гарлингхаус, приводя примеры положительных решений по финансовому регулированию крипто в других странах, сообщил, что США таким подходом скорее будут отставать от всего остального мира, что по всей видимости и является одной из целей комиссии по ценным бумагам и биржам. PayPal останавливает развитие своего проекта по выпуску собственного стейблкоина. Причиной стала усиливающаяся проверки криптопроектов на территории США. Данный проект финансовый гигант ввел совместно с компанией Paxos Trust. К проблемам PayPal добавилось новое начатое расследование в отношении Paxos Trust департаментом финансовых услуг штата США. PayPal также сообщили, что продолжат работу в своем проекте стейблкоина в тесном сотрудничестве с государственными органами для обеспечения полного соответствия законодательному регулированию. Напомним, что сам PayPal также попал под проверку регулирующих органов. Платежная система попала под расследование Бюро финансовой защиты потребителей из-за обращений клиентов, которые ошибочно отправляли платежи Venmo не тому адресату. В отношении имитентов стейблкоина Paxos Trust началось сразу несколько расследований. Три дня назад об этом сообщил Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, не уточняя никаких деталей и причин начала расследования. Напомним, что Paxos является эмитентом таких стейблкоинов, как PaxDollar или USDP, а также Binance USD или BUSD. На момент выхода этой новости ни представитель Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, ни представитель Paxos не ответили на обращение прессы. А сегодня стало известно, что ESSEC подает в суд на Paxos Trust из-за стейблкоина Binance. Сегодня пресс-секретарь комиссии по ценным бумагам и биржам сообщил, что регулятор не комментирует наличие либо отсутствие имеющегося расследования в адрес Paxos Trust. По утверждению SEC, BUSD является незарегистрированной ценной бумагой. Данная информация появилась буквально спустя несколько дней после того, как Департамент финансовых услуг Нью-Йорка сообщил о начале расследования в адрес Paxos Trust, цели и детали которого до сих пор остаются неизвестными. CEO Ripple Брэд Гарлингхаус оценивает дальнейшие перспективы распространения крипто после недавних запретов SEC. Топ-менеджер, ведущий борьбу с SEC в суде по статусу XRP, видит в будущем много позитивных новостей с точки зрения мирового распространения крипто. Такое заявление он сделал после недавних новостей, связанных с запретами и регулированием, в частности решения по делу Kraken. В своих аргументах он приводит успешный опыт законодательного регулирования в других странах, таких как Австралия и Дубаи. Ключевым фактором успеха, по его словам, являются понятные и прозрачные правила. Также CEO Ripple не упустил возможность высказать упрёк в адрес регуляторов США, которые, на его взгляд, своим поведением делают совершенно противоположные действия. Китай запускает национальную блокчейн-организацию, целью которой будет предоставление финансовых преимуществ гражданам страны. Китай относится с поддержкой к блокчейну, в отличие от биткоина. Позиция президента Си Цзепина в том, что Китай открыт к новым возможностям блокчейна, в отличие от криптовалют. В 2019 он заявлял, что необходимо использовать все преимущества данной технологии, описывая это как важный прорыв в независимых инновациях ключевых технологий. Но такая позиция не относится к биткоину и альткоинам. В Китае запрещены абсолютно все операции с криптовалютой с 2021 года, цель которого было снижение криминальной активности и защита инвесторов от активов, имеющих мошеннический характер. Но одновременно с этим правительство Китая активно ведёт работу по созданию криптовалюты Центробанка. В 2021 году первые цифровые юаня в эквиваленте 10 миллионов долларов стали доступны для жителей Чэнду и Пекина. Компания Bitmain скоро начинает отгрузки своего нового устройства Antominer D9. Новое устройство является апгрейдом предыдущей модели D7 и предназначено для майнинга криптовалюты Dash. Основным отличием новой модели является увеличенная скорость майнинга в 1770 гигахешей в секунду, что более чем на 37% больше предыдущей модели. Кроме того, на 10% снижено потребление энергии с итоговыми затратами 1,6 джоуля на гигахеш. Начало отгрузок новых устройств запланировано на 20 февраля. Как и ранее, Bitmain предлагает своим клиентам денежную компенсацию в случае, если устройство будет выдавать меньший хешрейт в виде пропорциональной доли цены устройства от заявленного хешрейта. И в заключение нашего выпуска информация от аналитика Стива Кортни. В гостях у Олеси Орастани он поделился информацией, которую считает крайне важным аргументом в пользу того, что дно биткоина сформировалось. Вкратце, это индикатор MACD на диапазоне 12-дневного скользящего среднего. По словам аналитика, такое пересечение образовывалось в истории всего лишь 5 раз и каждый раз предзнаменовало разворот рынка. Давайте послушаем, что об этом говорит сам Стив Кортни. Это случалось в каждой из медвежьих рынков. А главное, после того, как формировалось дно в каждом из медвежьих рынков, начиная с 2012-го. У нас образовалось это пересечение после того, как было дно. В 2015-м образовалось пересечение после дна. В 2019-м пересечение MACD после дна. И даже во время ковид-краха было это пересечение MACD на 12 днях после того, как сформировалось дно. Так что образование этого пересечения здесь, когда большинство людей, 75-85% утверждают, что это не дно, этот график говорит, что это дно. И мы можем воспринимать лишь только факты, а не человеческую психологию и человеческие эмоции. В общем, точка зрения заслуживающая внимания. В любом случае, как нам хорошо известно, рынок всегда сделает по-своему, чтобы мы об этом не думали. На сегодня это все новости. Надеемся, что информация вам была интересна и полезна. Поэтому не забудьте сделать простое действие, которое для нас имеет очень важное значение. И до встречи в следующем выпуске. Всем пока!